Здравствуйте! Надеюсь, многих кроме меня интересовал и продолжает интересовать вопрос о том, знают ли и понимают ли то, что происходит у нас на земле в образовании там наверху. В частности, лично меня всегда интересовал вопрос, понимает ли это президент, который находится у руля, смею заметить, огромное количество лет. И в течение всех этих лет он так или иначе, много или мало, должен был интересоваться этой проблемой просто в силу своих должностных обязанностей, долга профессионального. Если другие люди интересуются этим просто в силу своих каких-то внутренних душевных качеств и в силу гражданской позиции, то он нет, он обязан этим интересоваться. И как минимум, его должно было интересовать, как же поменялось качество образования на земле в течение того срока, который он находится у руля. А как максимум, его должен был заинтересовать вопрос, как меняется это качество со сменой образовательных систем, парадигм, концепций, подходов, методик и тому подобной шелупоне. И если его эти вопросы интересовали, а по-другому быть и не может, то он при помощи мощнейшего механизма сбора и анализа информации, по идее, должен был прийти к тому выводу, к которому приходит подавляющее большинство родителей и педагогов. Дети стремительно тупеют в массе. Я сейчас говорю не о тех детях, которых пропустили через большое количество образовательных фильтров и устроили учиться в элитные школы, гимназии, лицеи и что там еще может быть. Хотя и к этим детям у меня есть большое количество вопросов. А в частности, что будет, если сравнить качество образования этих детей с качеством образования отличников 70-80-х годов? Или же и с качеством образования выпускника специализированной советской школы? Ну да ладно, сейчас не об этом. Эту тему пока в топку. Вопрос о том, что дети тупеют. И по моим субъективным ощущениям, 60-70% из них не смогут провести никакой границы между холодной, великой отечественной и второй мировой войнами. Да что там войны? Я обращаюсь к ним с такой фразой, мол, эй, могучая кучка, хорош бурагозить. И они смеются. Ну, в общем-то, я знаю, что они будут смеяться. Только смеются они, потому что два слова подобралось рядом с друг с другом определенным смешным образом. Там есть рифма. И, наверное, потому что ассоциации со словом кучка возникают весьма однозначные для них. Итак, дети тупеют, и президент должен это понимать. Он должен понимать, что дело с образованием швах. И тут же у любого постороннего наблюдателя, особенно который находится в профессиональном сообществе, может возникать второй вопрос. А может быть, государи ввели в заблуждение супостаты? Может быть, обманывают нашего президента? Каналья! Ну, держись, Каналья! Нет, не обманывают нашего президента. 11 декабря состоялся совет по развитию гражданского общества, на котором был и президент. И, комментируя опасения Сванидзе о том, что огромное количество детей ничего не знают о репрессиях в Советском Союзе, Путин сказал. 47 процентов, вы сказали, я даже записал, из молодых людей ничего не знают о репрессиях. Тяжелое чувство возникает, конечно. Но вы знаете, что происходит? Посмотрите, если вы спросите у молодых людей наших, проведете опрос, многие из них не скажут, кто был первым космонавтом. И уж точно совершенно, многие будут уверены, что это был американский какой-нибудь космонавт, астронавт. Это 100 процентов. А если спросите, какое главное мемориальное кладбище в Петербурге, ну, уверен, что в других городах, кроме самого Петербурга, да и в Питере-то, наверное, немногие знают, а в других городах точно никто ничего не скажет. Это общая проблема. Общая проблема. Так что все он прекрасно знает, а все эти ЕГЭ, ОГЭ, вариативности, инклюзии, оптимизации и другая муть, которая происходит, смею заметить, на протяжении всех сроков его правления, происходит с его ведома, с его одобрения и с полным пониманием итогов и результатов происходящего. Ну, как говорится, будьте в курсе, живите теперь с этим. А главное, понимайте, что если мы сами не восстановим наше образование, а значит и будущее наших детей, то никто вместо нас этого не сделает. Вы смотрели канал Раковое образование. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok